всем привет время течет неумолимо три года прошло с момента как я покупал свой kodiaq много уже вышло видео у меня на канале сотня по моему если брать точно это по моему какой-то или 101 ли 102 но в общем не меньше сотни уже было видео на канале король которые собраны здесь в плейлист мой kodiaq там можно посмотреть от самой покупки до всяких обслуживаний поездок расход топлива и так далее много много информации активация скрытых функций там я оставляю всегда ссылку в описании на плейлисты которые можно там посмотреть все подряд видео но сегодня пару слов как подытоживающее такое хочу сказать в общем о состоянии машине о том что делал я значит снимал ролик после первого года там был доволен после второго года значит ролик меня ничего не менялось в настроении к в отношении к машине то же самое могу сказать и через три года очень доволен что я купил свое время эту машину то есть она мне вот прослужила верой и правдой все это не все это время 65 тысяч там с небольшим пробег конечно не так много но значит уже достаточно чтобы сделать какие-то выводы кроме тех обслуживания по регламенту я ничего с машиной не делал не ломалась такой внепланово никаких не было ремонтов значит ты его все по списочку через 15 тысяч масло меня через 7 500 только вот предыдущий там значит я поменял через 15 поскольку у меня было много пробегах пробегов таких загородных то есть обычные условия эксплуатации не тяжелые как в городе короткие там расстояние тогда я подумал что нормально через 15 тысяч сделал вот хорошо там на 60 тысяч у меня было я полностью все там все что рекомендовали все как бы сделал и по поводу там кстати стоимости то если тогда вот все привязываются я вот сделал там то то вот сделал то то там имеется ввиду по цене но очень много зависит от перечня работ которые включены то или и или иное то то есть может назвать его 4 на самом деле там пишут 3-4 работки и все чтобы но при этом низкая цена чтобы привлечь себя да ты приходишь а там эти оказываются не замены масла в коробке не в халдексе там не сеточку почистить ничего ничего не этот самый мне антифриз но много чего поэтому я тогда выбирал помню исперечная именно там где полностью делают и вот по цене что там хорошо ну судя по нынешним ценам тогда я вообще как бы задаром сделал но смысл том что как бы было сделано полностью сейчас 65 я думаю еще будет ездить ездить значит из дополнительного вот я ничего особо отсюда так не покупал как есть люди там наворачиваю что-то нам короче нет у меня вот там эти сеточки я поставил доволен я не люблю этот самый тонировку вот и вы было было речь про ковры тогда вот у меня спрашивали я рассказал что за коврики но его коврики да и там были некоторые комментарии там что такое зачем ты такое рекламируешься они вонючие они там этот ребята наверное вы просто не слушали то у меня было длинное видео там но вступление там до какой-то где я основной мысль пытался донести что значит его ковры они разные бывают и самое главное выбирать правильный его материал из которого уже эти ковры делают то есть производство самого материала производством самого материал занимается много контор много фирма льют и в китае там ну то есть в разных значит и странах и городах поэтому и естественно где-то что там охерят химичат и в результате получается такой что и запах и может рассыпаться поэтому я тогда говорил что выбирать нужно того из изготовителя которые как бы используют хорошие материалы я вот выбрал этот его был эту контуру которая делает сами коврики да они клялись божились что значит они покупают здесь подмосков где в подмосковье льют этот сам его материал это не тут покупает и потом делают из них уже эти ковры значит и они не воняют ничего не сыпятся вот несколько месяцев они у меня зиму прожили все как бы отличное состояние поэтому опять же подчеркну что ковры могут разного качества под одним и тем же его коврики вот кто-то обжегся и не хочет теперь ничего слышать об этом вот я говорю что прежде чем купить надо понимать что фирма которая изготавливает эти коврики используют хороший материал там первого класса и он будет вести себя хорошо в эксплуатации не сыпаться не вонять и как бы держать форму все будет с ним нормально ссылка я там оставлял и прошлый раз сейчас оставлю его был называется производитель этих ковров до сих пор у них помните все те же цены там три с половиной тысячи на значит комплект ковриков то есть зайдите посмотрите что было по гарантии заменено значит это фара я поменял предыдущие изнутри немножко покрылись такой какой-то матовой пленка я не знаю я снаружи меня никакой бронепленка не не клеил ничего вот как они у меня были так и есть но вот очень мало запотевали так совсем чуть-чуть но со временем вот покрылись каким-то таким белым налетом изнутри приехал по гарантии показала не горит меняем все поменяли эти фары чистенькие красивенькие значит уже несколько месяцев там у меня стоят но они сильнее запотевают чем те предыдущие то есть вот так одно ушло другое пришло но запотевание это не ничего не влияет ни на свет не как бы ни на что ну что еще по гарантии были к эти самые ручки скрипели там что-то прокладочки поменяли там ручки значит из еще фонарики под зеркалами в них собиралась вода поменяли все нормально вроде и как обычно у многих это мухи фонарь в задних фонарях продули все там это поставили туда прокладочки значит все вот собственно говоря что происходило все остальное не за я полностью доволен машиной многих еще до сих пор мучает этот вопрос расхода я не знаю вот я езжу у меня средняя до 10 литров если короткие расстояния это может быть 13 14 если чуть-чуть ты поехал все это будет 10 за городом это 8 литров восемь с половиной вот так вот какая скорость какие там нажимы педали так далее но это небольшой то есть это не расход там круизера и так далее небольших каких-то тяжелых джипов нет это ближе к седану такому скажем к мощному седану вот у меня был перед этим citroen c4 значит седан 150 лошадей у него было он ел то те же самые литры те же самые 10 у меня и получалось там до десятки и в этом получается девять с половиной 10 с половиной так вот туда сюда туда сюда но это зависит от езды в маленьком городе я показывал что он есть предостаточность короткие расстояния проехал 5 километров встал но это понятно тут надо смотреть уже все таки побольше пробеги это что касается расхода масла никакие расхода масла нет то есть все опасения которые там будут все эти годы все ли говорят вот там масло 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 смеялись даже там словом дарят даже литрушку масла в этом при покупке чтобы вы там сразу доливали ну смешно отличный двигатель значит этот бензиновый у меня ничего не ест все хорошо были расходы папа по первое начале значит охлаждающей жидкости чем старше машина я смотрю вот я сейчас уже не доливаю давно то есть ну вот все меньше 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 расход какой-то он есть вот не так как на прошлых машинах что ну почти не было совсем расхода тут на новое он даже был побольше потом как-то все меньше 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 уменьшался сейчас вот совсем какой-то небольшой вот есть 60 тысяч а ничего вот не доливал все нормально Больше сказать-то сейчас нечего Машина в полном порядке Я очень доволен, что сделал на 60 тысяч Полный ТО Со всеми заменами, прочистками И так далее Коробки Все поменял Теперь я надеюсь Еще столько же До следующего большого ТО Она будет смело ходить Другой вопрос сейчас по поводу Этого сервиса Этих запчастей В нынешних реалиях Кто-то пишет в инстаграме Спрашивает меня А как вот, Александр, сейчас дилеры Закрыли Нет запчастей, поставок нет Думаю, что надо Немножко подождать Посмотреть на ситуацию Не паниковать Не проявлять какую-то ненависть Я не знаю Держать себя в руках Многие там пишут Что там, вот, наверное, там Александр Купил доллары и сидит довольный Ребята, я просто держу себя в руках Понимаете, я мужчина И как бы должен Переживать это все дело Спокойно Взвешивая все эти моменты И главное без паники Вот у меня тоже есть В том числе и финансовые там непонятки И так далее То есть, что дальше будет Это, я не знаю Самому Богу только известно Как-то мы будем Но в любом случае Надо держать лицо Надо как бы Тем более Мужикам То есть, ну Если бы я, может быть, был помладше И, может быть, я там как бы Паниковал там и так далее Но у меня есть уже какой-то жизненный опыт К своему там 51-му году Поэтому я сейчас, так сказать Стойко и мужественно Переживаю Значит, все, что происходит И там, и у нас То есть То, что там кричать с пеной у рта Это не мое, как бы, дело Я имею в виду Не мой подход к этому У меня есть свои Свои мысли по этому поводу Я сейчас многие выжжу Как это все вскрывается Вот это, знаете, когда в экстренной ситуации Человек проявляется сразу Прямо сразу видно, кто чего там стоит Многие вот так вот мыслят Вот так вот смотрят сюда Вот только вот так видят А вот здесь они не видят То есть Никакого, скажем, такого Широкого понимания вопроса У людей не наступило Но я уверен, что время Время, ну, как бы, расставить все по местам И всем будет все-таки понятно Вернусь, значит, к сервису Меня там спросили просто Что ты делаешь сейчас Ну, в связи с этим, да Что Как дальше быть У меня вот, я говорю, сейчас пробег 65 тысяч Значит, следующая замена У меня, я планировал масло Значит, 67 500 Ну, то есть через 2 500 Сейчас езжу немного Поэтому, наверное, полтора-два месяца Это у меня, ну, может, чуть поменьше Займет это время Ну, я имею в виду, 2 500 Я так, ну, без особого там ажиотажа Чтобы пока Я взял себе 6 литров масла Я заливаю в этот Volkswagen Special G Значит, еще по-старому 5 V40 Поскольку у меня машина начала ездить на этом На этом масле Поэтому вот новая там с 21 Сейчас новый допуск Да, там уже 0,20 льют И на короках, и на кодяках Нет, я использую пока 5,40 То есть поскольку у нас новья была этим залита На этом обкатывалась И этим ездила Я думаю, ничего плохого не произойдет Масло отличное А там дальше посмотрим Вот, вот я купил эти 6 литров масла Думаю, ну, просто вот Чтобы быть готовым там поменять Масло, ой, масляного фильтра я не нашел Дилеры, вот сейчас позвонил Не продают Где-то нет, а где-то не продают Значит, только оставляют для сервиса внутри у себя Да, то есть приезжаешь к ним на сервис Они, пожалуйста, эти тебе поменяют Но на вынос не дают Потому что народ ломанулся и покупал Там на 2, на 3 ТО вперед Вот впрок, значит, этих запчастей Но таким образом мы сами роем себе яму Да, и больше только увеличиваем дефицит И так далее То есть оно тебе не надо Может ты там, я не знаю Что там будет у тебя дальше, непонятно Но все равно берут, берут там Гречку, как обычно Там этот Соль, я вчера зашел Там 3 пачки соли хватает Ну так вроде спокойно все было Но я смотрю, что полочки так они поубавились Вот, как бы я противник этого То есть, какая-то первая необходимость Естественно, ну должна быть Но вот это вот ажиотаж сами наводим Паникуем и делаем еще хуже Вот, поэтому масляного фильтра я не купил Нету его Заказал просто фильтра Воздушный я заказал Заменитель Но сказали хороший И этот самый Салонный Все, вот у меня будет Масло Фильтра Ну и все-таки масляный фильтр Я надеюсь найду Или там уже у дилера будет Поеду Через 2,5 поменяю масло Потому что сейчас машинки-то надо беречь Как дальше будет неизвестно Ну, как-то будет видно Плавно перетекать из одного состояния в другое Машины не поступают Запчасти не поступают Ну, в результате, конечно, наверное Мы сменим там и коней И на другие Может быть на Китай Это все не может быть А точно Если сейчас тут нам Все позакрывали То это все будет на восток Я имею ввиду взор У нас что остается Корея Китай Китай Там, как бы Если мы там соединимся Это будет прорыв полнейший Двух экономик Ну, поскольку там Мощнейший потенциал И у нас есть Собственно говоря Оттуда и полупроводники пойдут И все Ну, то есть Поэтому Мир не может быть Как-то вот так Вот все время Плохо-плохо-плохо-плохо У нас вот такая Всегда идет Вот такая Вверх-вниз Вверх-вниз Вверх То есть Может быть затяжнее Там поле Затяжной подъем Потом резкий спуск И потом Ну, то есть По-разному Но все равно Это вверх-вниз Поэтому Паниковать не стоит Что-то будет Видоизменяться Конечно Что еще тут сказать Про машину Я не знаю Но вот Время показывает Что Ну, все-таки У Шкоды Получился Такой бестселлер Я не знаю Ну, очень удачный Автомобиль И Значит Оснащение Моторы Там Скажем Электроника Помощники И так далее Вместимость Я не знаю Управляемость Ну, в общем Она на ходу Шикарна И вот Так вот Тут Для семейных Историй В общем Отличная Управляемость В городе Там На трассе Великолепная Поэтому Я думаю Что вы видели Там мои Какие-то предыдущие Видео Где я Всегда Отражаю Вот Своё отношение К Кодиаку Да И самое главное Что и через Три года Значит У меня Сохранился Такая же Такая же Влюбленность Такая же Любовь К этой машине И я каждый раз Подхожу к ней Ну, просто радуюсь Вот Просто радуюсь Там Разговариваю Там с ней Как-то Ну, то есть Благодарю За то Что У меня Так сложилось Я Значит Владею Таким Автомобилем Вот Это всё Что я хотел Собственно Сказать И как бы Так вот Подытожить За эти Три года Как будет дальше Я не знаю Я не прогнозирую Я анализирую То, что уже было И вот Опять же Говорю Что надо Оставаться людьми В любой ситуации Мужчинам Оставаться мужчинами Тем более Там Не истерить Не Вот Просто делать дело Принимать Уметь принимать решения Всё, ребята Не буду умничать Спасибо всем Что смотрели Пока Надеюсь Увидимся Субтитры